Великой Победы Какие они в этом году и что вообще подготовлено нашим участникам, инвалидам? Ну, на самом деле, действительно, каждый день Победы для нас особенный праздник. И, безусловно, в прошлом году только ковид помешал, так сказать, отметить нам достойным размахом 75 лет Великой Победы. Тем не менее, ежегодно правительство Московской области предусматривает единовременную материальную помощь определенным категориям граждан. И в этом году постановление правительства, вот прям вот свежее, так сказать, только принятое на днях, установило единовременную выплату участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в размере 25 тысяч рублей. То есть, единовременная выплата к Ню Победы. Наши участники инвалидов войны получат эту выплату на те, кто получают на сберегательные книжки средства, так сказать, или на, так сказать, карточки непосредственно уже в конце апреля. А те, кто получают выплаты с доставкой на дом пенсии, те получат, соответственно, в соответствии с графиком получения пенсии в мае этого года. Для категорий вдова участника или вдовец участника Великой Отечественной войны, житель блокадного Ленинграда, бывший несовлетник-узники фашизма и труженики тыла, выплаты составят 15 тысяч рублей. Насколько мы информированы, федеральное законодательство также предусмотрит участникам, инвалидам Великой Отечественной войны к Дню Победы дополнительную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей. Но это будет делаться не через Управление социальной защиты, значит, об этом, видимо, будет сделано через федеральные источники, федеральные органы власти. Я прочитала, что еще дети, получившие ранения, тоже подходят под эту категорию. Ну, дети, получившие ранения... То есть, дети войны не подходят? Да, да, да. Нет, дети, получившие ранения, они у нас также приравниваются, так сказать, к участникам войны, то есть там у каждой нашей категории существует своя определенная статья, и, соответственно, здесь вот проходят такие выплаты. На что следует обратить внимание, что часто это касается не только тех, кто непосредственно воевал в годы Великой Отечественной войны, это, естественно, касается и тех, кто, так называемый, последний призыв, то есть жители, которые были призваны в армию в 1927 году, они не принимали участие в боевых действиях, но они были призваны и готовы были идти на защиту Родины. Это касается часто лиц, которые боролись с бандформированиями бендеровцев, так сказать, при Балтике, на Западной Украине, в Западной Белоруссии. Это касается часто и тех, кто ликвидировал восстание в Будапеште. Это жители, родившиеся, ну, значительно позже призывного возраста, но они приравнены к участникам Великой Отечественной войны, и часть из них, так сказать, получает такие выплаты непосредственно к 9 мая. Традиционно получает из областного бюджета. Сколько таких людей? Ну, конечно, с каждым днем их становится все меньше и меньше, тем более очень важно, чтобы внимание и забота о каждом из них была. На сегодняшний день у нас 58 инвалидов и участников войны в нашем Орехзуевском городском округе. 354 вдовы участника Великой Отечественной войны. Напомню, что вдовами считаются женщины, которые после смерти участника Великой Отечественной войны, не вступили в повторный брак. 12 жителей блокадного Ленинграда. 47 бывших несовлетних узников фашизма. На днях вот состоялась такая памятная дата освобождения узников концлагерей. И традиционно, так сказать, мы к этой дате, ну, посещаем несовлетних узников фашизма. Так у нас 47 депутатов нашего Совета депутатов, члены партии «Единая Россия», так сказать, вместе с сотрудниками социальной защиты осуществляют в течение вот этой недели, может быть, начало-следующий, выход в семьи наших несовлетних узников фашизма, вручают им небольшие памятные сувенирные подарки, ну, беседуют с ними, уточняют, чем можно помочь, какие вопросы решить, так сказать, может быть, в этой жизни. Ну, и, соответственно, проходило в течение этого месяца обследование участников и инвалидов Великой Отечественной войны. То есть, по этим, с ними связывались, уточняли, какие у них проблемы, нужды, так сказать, чем им нужно помочь для решения их жизненных проблем. Ну, вот. И тысяча три у нас осталась труженька тыла. Это ветераны Великой Отечественной войны. Как правило, это жители до 32-го года рождения, отработавшие шесть и более месяцев в тылу нашей страны, но не в тылу врага, то есть, скажем, именно работали в тылу советской страны. К сожалению, есть такие люди, которые работали в годы войны в тылу, там, допустим, в Смоленской области и так далее, но вот этот период, когда они работали, находились под немцами, к сожалению, им не засчитывается. Им засчитывается только период, когда они работали не под фашистской Германией, а как бы работали для победы родной страны. Вот такое количество людей мы планируем, так сказать, непосредственно, так сказать, обеспечить вот этой материальной помощью. Соответственно, в округе планируется провести огромное количество мероприятий, посвященных Дню Победы. Это и традиционный автопробег. К сожалению, он впервые в этом году пройдет без нашего заслуженного ветерана Михаила Ивановича Афаняева, который ушел из жизни, ну, совсем недавно, будем так говорить. К сожалению, здесь свою печальную, так сказать, роль сыграл ковид, которым он заразился, и, к сожалению, на 98-м году жизни не справился с этой болезнью, хотя собирался участвовать в параде этого года, собирался активно участвовать в автопробеге, ну, и, в общем-то, очень мечтал встретить это 9-е мая вместе с другими своими соратниками, учрежденниками, инвалидами Великой Отечественной войны. Мы очень скорбим об его уходе, и в очередной раз хотели бы поговорить о том, что очень важно, особенно в связи с тем, что заболеваемость ковида и сама опасность ковида сегодняшних штампов усиливается, увеличивается, о необходимости вакцинации старшего нашего поколения, особенно это касается тех, кто старше 65 лет, наиболее такого трудного возраста для борьбы с этой болезнью, но среди них очень много, как я уже говорил, это и не средние узники фашизма, это и вдовы участников войны, это и сами труженики тыла, ну, и в том числе участники войны, потому что не секрет, что прививаться можно и в 90-95 лет, и, безусловно, мы бы очень хотели бы, чтобы большинство этих людей, постоянной здоровью, которые могут привиться, обязательно были привиты. Не секрет, что планируется много памятных мероприятий. На мероприятии будут проводиться как на открытом воздухе, так и в закрытых помещениях, встречи с молодежью, в музеях, в домах культуры и так далее. Не исключена возможность встречи с людьми, которые даже не знают о том, что они больны ковидом, но являются переносчиками. И возможность распространения заболеть, чтобы наши ветераны не заболели, конечно, нужно привиться. Даже если даже произойдет заболевание, болезнь будет перенесена относительно легко, и возможность победить ее, безусловно, останется. Дело в том, что мы также в этот период понесли большую трату. Умер от заболевания ковида представитель Совета ветеранов. На одной из праздничных встреч вместе с обществом слепых 95 лет отмечали, собрались и артисты, и гости из Москвы, и молодежь. Да, там соблюдались меры безопасности, но ни одна мера безопасности не гарантирует стопроцентное освобождение. И два человека, два представителя Совета ветеранов и Совета общества слепых попали, соответственно, с заболеванием в ковидное отделение. И наша задача с вами, безусловно, вот один из них, так сказать, Вячеслав Владимирович Дьяконов, к сожалению, умер и не справился с этой болезнью. То есть другие болезни вложили свой отпечаток, и он, так сказать, умер от ковида. И мы с вами должны, прежде всего, настроить каждого жителя, каждого человека старше 60 лет на то, чтобы они обязательно прошли вакцинацию. Тем более, что вакцинации сегодня у нас очень доступны. Сама вакцина практически безболезненная, без последствий. Сразу хочу сказать, что очень многие руководители прошли вакцинацию. Я в том числе. Вот недавно я узнал, Александр Николаевич Цветков вакцинировался. Насколько я слышал, Лариса Константиновна Кулупаева с членами своей семьи вакцинировалась. Род мама, сестры, депутата Московской областной Мударь Николаевича Живцова вакцинировалась. То есть огромное количество людей, которые заботятся не только о семье, но и о членах своей семьи, то есть тем, чтобы не заразить своих близких, особенно людей старшего возраста, сегодня очень активно прививаются. И наша с вами задача это сделать массово. Не надо бояться. Это безболезненно. Вот я сам прививался, никаких болезненных ощущений, никаких осложнений. То есть все очень просто, предсказуемо. Все, как объясняют при вакцинировании, значит, ничего сложного не происходит. Но своя личная защищенность, вот я привился, моя жена привилась, то есть, ну, как бы, есть необходимость привиться всем людям старшего возраста. И это нужно сделать в первую очередь. И в преддверии вот наших праздников майских мы очень убедительно просим, потому что будут травмные мероприятия там в каждом городе. Массово. Да, даже на воздухе. Но где гарантия, что при соприкосновении, там, при рукопожатии, там, мы не получим это заражение от большого количества случайных людей, которые будут находиться на том или ином мероприятии. А, безусловно, мероприятия будут проводиться, потому что сегодня, в целом, обстановка все-таки, ну, не такая тяжелая, как в прошлом году. Но ведь и в прошлом году с какой важностью прошел вот знаменитый, так сказать, бессмертный полк. Действительно, это очень традиция, которая родилась совсем недавно, но она получила очень большое распространение. Она для многих людей, для детей, особенно важна. И мы с тем, чтобы передать вот историю этой войны молодым людям, конечно, должны участвовать в этом мероприятии. Но участвовать мы должны, защищенные. То есть, вот сейчас, как я поняла, происходит какой-то обзвон ветеранов и вот то, что просят что-то помочь. Ну, обзвон, объезд бывает, да. Как это сейчас происходит? Вот, ну, опять же, мы говорим сейчас с минимальным контактом. То есть, участников инвалидов войны обзванили сотрудников социальной защиты. Ну, расспрашивали, как социальность здоровья, планируют ли принимать участие в мероприятиях этого года, выходят ли на улицу, так сказать, будут ли, планируют ли входить, могут ли принять каких-то там гостей у себя, в том числе, там, допустим, молодогвардейцев, там, юноармейцев, детей, подростков. Ну, соответственно, смогут ли поехать на парад победы? Потому что мы, традиционно, вот мы заявили трех человек на парад победы отправить, так сказать, в этом году. Если все, как бы, будет проходить, зависит от того ситуации, мы вот, трех человек от разных категорий, то есть, у нас планируется несовершеннолетний уйти фашизма, известный, Борис Иванович, планируется, значит, у нас планируется, так сказать, несовершеннолетний уйти фашизма, Кудрявцева, и Алеша, она участник Великой Отечественной войны. То есть, от разных категорий мы спланировали тех людей, которые, так сказать, изъявили желание, так сказать, готовы поехать на парад. Часть из них будет участвовать в мероприятиях непосредственно в округе, как на автопробеге, так и на своих населенных пунктах на, так сказать, каких-то мероприятиях. Поэтому с каждым из них опрашивается, как они могут, не могут, готовы ли, какая им помощь нужна для того, чтобы участвовать, там привезти, отвезти, так сказать, где они будут находиться в этот период. Потому что часть людей уехала к родственникам там в Чеховский район, в Москву, там и так далее. То есть, соответственно, планируют ли они приехать на День Победы в район? Или мы планируем поздравить непосредственно уже там, где они живут? Потому что к кому-то, может быть, поедут, либо передадут через наших коллег, скажем, из Чеховского района, они их там поздравят, либо еще что-то. Ну, я уверен, что будут небольшие там сувенирные подарки от нашего городского округа. Ну, чаще всего это у нас традиционно фарфоровые какие-то изделия. Но эти фарфоровые изделия, которые любят наши ветераны, потому что действительно любят наш завод, любят эти изделия. Ну, это та толика внимания, которая традиционно, так сказать, приходит и так далее. Наверняка будут какие-то, возможно, подарки от губернатора, там, от каких-то, может быть, других органов власти. И, соответственно, мы уточняем, где, как мы могли бы в данной в те или иные дни найти людей, потому что кто-то в больнице находится, кто-то... То есть вот это все определяется. А просит ли вакцинироваться, чтобы как-то помочь с вакцинацией? Ну, честно, откровенно, вот среди участников войны, в связи с тем, что они очень ограниченно не выходят, на самом деле многие из них как бы сами не планируют вакцинироваться, с учетом, так сказать, большого перечня болезней, которые у них есть. Но, они, поскольку не выходят на улицу, здесь у нас больше даже просьба чтобы родственники, те, кто с ними общается, они вакцинировались. Потому что они осуществляют связь с внешним миром этих людей, ну, чаще всего. И, соответственно, в этом случае, так сказать, если они вакцинируются, скорее всего, они не смогут принести болезнь в дом. Поэтому мы больше к ним обращаемся. А этим родственникам тоже 60-70 лет. Они тоже уже не мальчики, не девочки. Вот именно к ним мы больше обращаем внимание, что вот вам, детям, внукам, так сказать, необходимо, ну, месяцу, конечно, совершеннолетним, потому что сегодня еще пока нет вакцинации несовершеннолетних детей. Но это всем желательно вакцинироваться с тем, чтобы, когда вы придете поздравлять, вы не привезли болезнь в дом нашего ветерана, чтобы он еще пожил, ну, максимально возможно, долгое время. Спасибо вам за интересную беседу. Дай бог здоровья нашим ветеранам, чтобы они все встретили. Это 9 мая. А мы все, их потомки, могли наблюдать за ними, чтобы... Ведь именно они только историю сейчас эту и несутся. Да, на самом деле это, конечно, удивительные люди, которые должны остаться в сердцах не только нашего с вами поколения, но и поколения наших детей. Они должны видеть этих людей, они должны помнить о них. Потому что вот такие детские воспоминания даже маленького ребенка, когда он на параде или где-то на митинге подошел ветерану и вручил им букетик цветов, у человека, маленького человека останется на всю жизнь, что он видел этого настоящего воина. Спасибо. Я напоминаю, что в гостях у нас был начальник управления социальной защиты населения Орехозуевского округа Валерий Гущин. До свидания.